Достаточно снять 5-10 сантиметров почвы и земля сельскохозяйственного назначения приходит в негодность. Такие факты выявляются в республике ежегодно. Чаще всего снимают и перемещают почвы не с целью продажи и получения прибыли, а вследствие небрежного отношения к природе во время проведения земляных работ. На таких участках вместе со специалистами Россельхознадзора побывала и наша съемочная группа. Сдачи этих домов в поселке Кугейси с нетерпением ждут будущие жильцы. Здания уже построены, нужно подвести газ. Строительная организация тоже, по-видимому, торопится завершить работы. Для укладки газовых труб вырыли котлованы, но при этом нарушили земельное законодательство. Организация, которая проводит работу, согласовала с собственником проведения работ, но не получила разрешения на проведение земляных работ с администрацией. И в проекте у них не прописан проект, пункт по рекультивации данной земельного участка. По правилам необходимо почву и глину снять отдельно. После завершения работ все вернуть в первоначальный вид. Но строительная организация поспешила разровнять землю, и полудородный слой смешали с глиной. Теперь остается лишь подсчитать ущерб. Не зависит от того, какая территория, на каких гектаров произведено нарушение. В кодексе прописано, что от 20 до 40 тысяч. Если мы доказываем, что еще была порча, то как бы полудородный слой утерян, то мы можем еще рассчитать ущерб и предъявить ущерб данной организации. Еще один факт специалисты Россельхознадзора выявили в деревне Икова Чебоксарского района. Там жители вывозили землю с пастбища и укрепляли ею пруд, чтобы из него не уходила вода. Теперь на месте, где в летнее время пасется скот, образовалась яма, куда жители уже складывают мусор. Так, земля сельскохозяйственного назначения превратилась в свалку. В прошлом году специалисты Россельхознадзора выявили 10 случаев, связанных с перемещениями снятием плодородного слоя. В этом году уже 9. Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.